здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о прекрасном молодом поколении о том что даже самые маленькие дети должны быть под контролем не только родители но и конечно же врачей и врачи и родители должны помочь им в том чтобы они как можно лучше прошли этап когда появляется как ни странно первые важные документы справки и так далее и тому подобное и сегодня нам поможет в этом разобраться заместитель главного врача московского областного центра охраны материнства и детства татьяна анатольевна павлова здравствуйте татьяна то есть правильно я понимаю что родиться это в хорошем смысле слова пол беды надо еще потом как-то оформить все документы и вот теперь давайте разбираться то есть ну название очень красиво для того чтобы мы понимали речь идет фактически о роддоме тех первых на шагах которые связаны с тем самым детством это речь идет о садиках школу оформление какие-то формы и так далее вот давайте потихоньку разбираться давайте разбираться да это важные документы и задуматься о них нужно заранее собственно об этом и пойдет сейчас речь потому что одно дело когда дети подготовлены из садика поступают в школу и тогда родителям собственно ничего не приходит как бы из садика так они из садика да с готовой 26 форма что это вообще за 26 форма эта форма которая заводится на ребенка поступающего в любое учреждение дошкольное или школьное и собственно сопутствует ребенка все его годы из на российский первый такой паспорт это это первый паспорт тогда действительно паспорт причем паспорт такой паспорт здоровья потому что в этой форме отмечается все вот эпикрис как родился ребенок как он развивался какие получил прививки а чем он сейчас это очень важно на самом деле в здоровье нет мелочей все это важно и все это нужно и все это обязательно отражаю просто многие люди знаете ну который ну понятно родители есть разные которые готовы и 5 справок выписать если нужно да есть родители которые как-то к этому относятся более но спокойным таком лайтовом режиме то есть эта справка действительно нужна для того чтобы а обезопасить самого ребенка которые да у него есть определенный список да и б обезопасить тех детей куда он поступает другого учреждения правильно понимаю во первых начнем с того что без этой формы его просто не примут конечно она утверждена министерство конечно эта форма утверждена министерством она работает много лет уже и без нее мало того что без нее невозможно ребенку невозможно тем кому он поступает это же везде везде где он будет проходить теле жизненный путь до шаги шаги начиная там ясли сад школа везде у него будут рядом медработник будет врау если даст и странно мы делим сейчас как бы на две категории первая категория как вы сказали то есть то что идет автоматически в яске поступил сад поступил и вот так вот по накатанной идешь школу рано или поздно всем ее нужно сделать первый раз самим вот как это делается делается но это в это поликлиника поликлиника по прикреплению по месту жительства и начинать нужно все с записи к участковому врачу вот ребенок например он поступает в ясли в сад да и родители должны сделать эту форму сами понятно тут же то тоже возникает вопрос кто-то может ясли миновать а дождаться поступления в детский сад значит он идет тогда и все равно идет за этой формой он же должен поднимать историю да вот вы говорите пикрис рождения как все все данные конечно нужно чем раньше тем лучше наверно ну знаете папа сроку там же нужно еще пройти анализы там определенные есть какие-то сроки да то есть вот к первому сентября как правило да будем ориентироваться на 1 до ряда тем кто идет и поступает в любое заведение будь то школа садик ясли детское учреждение детское учреждение до образовательное им уже сейчас родителям нужно задуматься о том что ребенку нужна эта наша самая пресловутая 26 форма и не дожидаясь аврала когда в сентябре все наконец поймут что на что вот она нужна и это надо делать срочно все пойдут и станут в очередь хотя очередей у нас нет мы работаем по записи так вот не надо дожидаться этого нужно это делать сейчас сегодня и тогда не будет никаких проблем начинается все очень просто записи к участковому врачу так записались к участковому врачу в удобное время до с ребенком пришли шлем и дальше что дальше уже идет такая логистика от участкового врача то есть записывают ко всем специалистам а там много специалистов там внушит на список собственно все нужны специалисты для поступления для прохождения записывают на анализ у нас сейчас все делается через так называемый и мясо на все записывается в компьютере то есть написать бумажное направление мы уже не можем мы должны занести создать направление то есть поэтому личный приход все-таки необходим он необходима там такая ситуация что часть врачей работает через нас самозапись но есть врачи которые работают только по системе врач врач которым просто ты сам не да точно значит именно врач терапевт поэтому чтобы не изобретать там велосипед и не создавать трудности себе и не дождаться вот этой ситуации когда уже надо идти просто времени чего не готово надо сейчас нет не торопясь все специалисты на месте все всегда работают и вам создадут все ну просто сейчас же 5 период такой летний поэтому опять же кто-то хочет куда-то с бабушки кто-то хочет поехать добраться может быть на какие-то моря сейчас хотят на немножко сложнее тоже хорошими но тем не менее надо помнить о том что эта форма не никуда не денется давайте мы поговорим те врачи которые проходят какой-то обязательный список конечно там есть утвержденный список стандарт которые обязательные и сразу врачи связано опять же с тем что мы как бы оформляем ребенка в такую общественную жизнь то есть куда когда он придет в учреждение у него будут все эти справки не воде тут вот после того как начали говорить а вот этим о новом заболевании не будем его называть которые пока еще к нам не попала начали все вспоминать а помните вам о атоспы делали что там вроде бы до 82 года делали атоспы поэтому вы дадите более вы не будете болеть да то есть речь идет о том что и пандемия до показала что все-таки человечество попу по-прежнему но к несчастью великому зависит от всех возможных и к сожалению еще даже непонятно и неизвестно вируса да то есть мы пытаемся таким образом не просто ну то есть де-факто или даже де юра мы делаем эту справку дабы сказать вот у нас полноценный здоровый ребенок прошел всех специалистов вот его да да вот и с другой стороны благодаря такому правильному осмотру мы можем что-то выявить выявить спор вот тут уже если выявляется то как делает действие дальше происходит нет но если вы является при осмотре какого-либо из специалистов там выявляется патология какая-то то естественно ребенок ставится на учет и проходит уже глубокую диспансеризацию не просто осмотр ну в зависимости от нозологии от того какой врач выявил там свою патологию назначаются дополнительные обследования анализы ли это или у нас большие возможности и узи и кт мрт г г мы все это делаем и тогда уже конечно соответственно ребенок наблюдается несколько более пристально и это обязательно отмечается 26 форм потому что мы в нашей любимой 26 форм потому что там будет группа здоровья и физкультурного то есть если есть какие-то ну назовем это отклонениями от на нормативов они будут там за обязательно не ставит крест на но например ну мы не берем какие-то уж супер такие случаи это не ставит крест на ребенке что он не сможет пойти в сад только потому что у него там мы никому не можем отказать не должны не отказываем в посещении детских учреждений обязательно но единственное что по особенности к особенности именно вот может быть они будут связаны с вакцинации там да как-то будет меняться график вакцинации эти особенности могут вот я еще раз говорю связаны с культурой физкультурной группой это как будет проходить обучение у нас же есть несколько видов и обучение тоже и уже после того как все специалисты пройдены анализы все сданы опять же участковый врач по результатам того да что он видит уже по по итогу он определяет все эти группы и пишет в какую идет ребенок поступает группу и группу здоровья определяет тоже педиатр и это важно что эта справка потом попадает к тому врачу той того учреждения куда ребенок приходит и по идее врач но если все правильно если но нагрузки например должны быть соответствующие а вот это работает вообще систему как вы считаете почему потому что мы же в последнее время слышим ну понятно что сейчас время такое информативное и только в нашей стране за пределами там вот где-то на физкультуре на спортивных состязаниях с детьми что-то происходит это из-за того что может быть может быть недообследован или не досмотрели или учитель физкультуры или не в курсе жал нагрузку ту которая не соответствует здоровью это это форма карты уже не знаю как назвать так а это форма форма да это такое своеобразное еще важный элемент мы же его рассматриваем с одной стороны с точки зрения но какой-то даже может быть бюрократической потому что так надо а с другой стороны мы рассматриваем это как здоровье как я вообще здесь бюрократизма не вижу бюрократии это необходимость это прежде всего в интересах ребенка если кому-то не нравится из родителей что ему приходится пройти там около порядка десяти там надо специалистов сдать анализы то они прежде всего должны думать ребенок идет в жизнь в большую где у него другие нагрузки где у него психологическая другая нагрузка где у него адаптация и если у него есть какие-то особенности со здоровьем то это обязательно нужно учитывать и пускать его в общую всех в одно в одни условия просто не но это это преступно или разное небезопасно безусловно да еще такой вопрос это платная услуга или бесплатно нет конечно о чем вы говорите конечно просто вот нет это дело в том что ну а вот анализы да там же какая-то запись существуют да в разных поликлиниках в разных регионах страны по разному где-то эти анализы делают быстро а где-то некоторые родители что времени тратить их покупают но не то что покупают может быть им удобнее время да или опять же те же родители которые дотянут до сентября и потом они вынуждены будут до пойти нет это все конечно же бесплатно и может быть кому-то это удобнее но сейчас анализы берутся каждый день и скорее всего туда ближе уже к сентябрю в августе у нас будут созданы какие-то более мобильные более удобные вы все равно к этому году мы готовимся в прошлом году это было у нас и мы готовы в этом году пойти естественно на все эти так скажем дополнительные только придите только придите сделайте но чтобы просто призываю сейчас всех и каждого для вашего желудобства мы все равно вам все сделаем и врачам будет хорошо но не будет вот этих вот проблем хорошо будем считать что первую часть мы с вами прошли понимая что необходима эта справка и значит специалистам мы сейчас чуть позже поговорим потому что и частично поговорим вообще какие специалисты работают и какие сегодня у вас вот вы говорите все у вас есть это приятно всегда услышать а мы узнаем все ли вот последний какой вопрос еще хотел задать в этой части сроки этой справки они имеют как какую-то нет если она оформлена летом то в принципе анализа действует в течение трех месяцев для для поступления да если она оформлена летом то абсолютно можете самого начала ее получить положить и спокойненько себе продолжили на море да хорошо ну и оформляется как мы это уже выяснили сначала всех врачей прошли потом уже терапевт выдает делает резюме на резюме да они хорошо да сейчас делаем небольшую паузу напомню что у нас в гостях заместитель главного врача московского областного центра охраны материнства и детства татьяна анатольевна павлова говорили мы о форме 26 звучит это так у нас прям как кино вот который необходимо заполнить для того чтобы ваши детки спокойно могли поступить в ясли в сад в школу в общем любое детское учреждение для этого нужно пройти определенных врачей а вот какие врачи работают сегодня зависеть главного врача нам расскажет во второй части нашей программы напомню что эта программа открытый диалог сегодня у нас в гостях заместитель главного врача московского областного центра охраны материнства и детства главный врач который кстати очень часто бывает гостем нашей программы сегодня у нас в гостях заместитель татьяна анатольевна павлова говорим мы о говорили в в первой части об оформлении формы 26, о подготовке детей к переходу в новое своё состояние, я имею в виду в детские учреждения и так далее и тому подобное. Вот каких специалистов проходят? Они же, я так понимаю, каким-то образом расписаны, которых обязательно должны пройти. Ой, их много. Они, в принципе, практически... Нет, я перечислю. Невролог обязателен для поступления, лор-врач, окулист. Это тоже будет определять, как ребёнок будет, на какой партии он будет сидеть, если это школа, и вообще как с ним заниматься. Значит, уролог, андролог, либо гинеколог – это уже девочка-мальчик. Так, теперь, значит, хирург, ортопед. Да, это на самом деле такая серьёзная подготовка идёт, поэтому психиатр – это проходится не у нас, это проходится в отдельное заведение. Мы туда направляем. Так, я, наверное, перечислила все. Основных, по крайней мере. Ну, основных точно. А вот скажите, когда мы маленькими были, мы тоже так проходили? Я чуть не помню. Так много. Я, честно, тоже не помню. Ну, вообще, по идее, наверное, проходили. Я не знаю, были ли возможности в то время, такие, как сейчас. Очередь – это была бы такая система. Вот давайте ещё такой вот вопрос. Система работает как… Стоматолог ещё. Стоматолог, да. Обязательно, конечно. Да, я помню, что я… Да, никуда же стоматолог. Как сегодня, вот вы говорите, электронная очередь – это действительно работает? То есть вы к этой системе уже привыкли? А мы по-другому уже не работаем. Ну, вам удобно? Ну, как всё новое сначала через тернии, со сложностями. У нас есть возрастные сотрудники, которым вообще было тяжело к этому привыкнуть. Но, тем не менее, мы уже работаем в течение, наверное, ну, лет пять точно мы работаем. То есть уже вошли в этот раз. По-другому мы уже работать не можем. У нас, если виснет компьютер, останавливается жизнь. Поэтому мы все работаем так и только так. Ну, и очень важно ещё, коль мы общаемся с человеком, который прекрасно, естественно, знает всю ситуацию, что у вас, какие новшества. Вы говорите, у вас всё есть. И там всякие аппараты и так далее. Рассказывайте, что интересно вы можете предложить. Потому что почему? Опять же, вот если не приведи Господи, что-то выявит, ну, или подозрения на что-то, которое потом, дай бог, чтобы оно не подтвердилось. Да, ребёночка надо куда-то с родителями направить, посмотреть, там, может быть, какие-то необходимы для этого инструментарии, скажем так. Я поняла, да, ваш вопрос. Ну, смотрите, Мацомт – это заведение такое лечебное третьего уровня, и мы обладаем большой базой, потому что у нас в состав Мацомта входит консультативно-диагностический центр. Он окружного значения, но принимаем мы, собственно, всю область. Поэтому наша диагностическая база, она, конечно, ну, несколько отличается от баз других поликлиник, но, собственно, при выявлении в других поликлиниках какого-либо какой-то патологии, да, как раз-таки к нам и направляют для того, чтобы мы уже более углубленно... Ну, у нас и специалисты высокого уровня, и обследование мы проводим на аппаратуре экспертного класса. Поэтому, что касается нашего лечебного заведения, наши возможности позволяют, конечно, не... Ну, практически мы всё можем сделать в рамках своего лечебного учреждения. Ну, те, кто не может, вот я говорю, для этого существует, опять же, Мацомт. Консультативно-диагностический центр в нём. Хорошо. Вот ещё какие на сегодняшний день новшества есть? Появились у вас, может быть, что-то или возможности? Потому что, если раньше, например, ну, всегда же есть понятие норма, да, какая-то такая, хотя трудно понять, что такое там, рост, вес и так далее. Вот, а бывает уже, ну, там, отклонение от нормы, и не приведи, Господи, какие-то нарушения, которые выявлены. Вот у вас кабинет есть физиотерапевтический какой-то специальный? Это так называемое отделение, физиотерапевтическое отделение. Опять же говоря, об оснащении этого отделения в рамках Мацомт и именно нашей поликлиники, потому что у нас не одна поликлиника в Мацомт, то это уникальное в своей области вообще отделение, потому что мы располагаем такими возможностями, которыми, ну, не все располагают. У нас есть, например, соляная пещера, да, у нас есть бассейн для малышей, и не для совсем малышей, ванны для малышей. У нас есть очень хорошая возможность лечить нарушения осанки, костно-мышечной системы, нарушения эндокринные. То есть это все на базе физиотерапевтическое отделение. Но это уже не диагностика, это уже восстановительное больше лечение. Часто болеющие дети, дети с бронхолегочной патологией. В общем, конечно, физиотерапевтическое отделение. Причем здесь мы выходим за рамки своего лечебного учреждения. И вот сейчас могу прямо пригласить и предложить. Но опять же, конечно, по направлению наших специалистов, да, мы можем предоставить такую вот возможность детям, значит, пройти курс лечения в нашей галлокамере. Это вот соляная пещера, вообще отличное средство и для детей с бронхолегочной системой, с кожными заболеваниями, часто болеющие дети. И малышей до года, которые плавают в нашем бассейне вместе с мамой. Вот так что мы, вот это мы можем предложить. То есть разработана целая система. Конечно. По последнему слову, что называется. Да, у нас очень хороший доктор, физиотерапевт, который назначает уже процедуры по, опять же, по тому, с чем ребенок обратился. И правда, вот вы знаете же, что к физиотерапии такое отношение там, ну, опять же, все зависит, конечно, от оснащенности. Насколько сегодня действительно физиотерапия помогает? Однозначно помогает. И она недооценена, к сожалению. Вот это больше, наверное, где-то и наша вина, что мы не доносим до населения свои возможности и возможности именно физиотерапии, восстановительного лечения. Вот это уже, если говорить о детях, у которых есть какие-то проблемы, какие-то патологии, какие-то диагнозы. Это, наверное, ну, с этим надо работать. И мы будем работать, и мы работаем. Вот поэтому приглашаю тех, кто заинтересован. Да, попробовать, раз есть такая возможность, почему не попробовать? Да, возможность редкая, вот особенно, что касается бассейна и соляной пещеры. Поэтому я акцент делаю на них. Остальное, как бы так, в том или ином масштабе присутствует практически во всех поликлиниках. Но что касается вот этих двух услуг, вот это уже... Ну, а возвращаясь к такой глобальной теме, наверное, из года в год она задается, из поколения в поколение. Дети сейчас как? Больше здоровых детей или больше не очень здоровых? К сожалению, больше не очень здоровых. Что влияет? Влияет, много что влияет. Я вот, например, сама провожу приёмы консультативные, как гастроэнтеролог. И просто здоровых детей вот именно даже по моему профилю практически нет. Очень много именно гастропатологий, много патологий органов зрения. Это наши компьютеры, это всё... Ну, то есть, что, чем смотрим, куда смотрим, что едим? Что едим, да. Но потом много, отсюда много других возникающих, вытекающих последствий. Это неврологического характера, да. Поэтому попасть к неврологу очень сложно. Очень нездоровая экология и, опять же, питание неправильное, да. Поэтому три наших аллерголога-иммунолога забиты просто... У них нет зелёных клеток. Вот так вот мы работаем, да. Здоровых детей, на самом деле... То есть, коль ситуация такая сложная, то, конечно же, нельзя её ни в коем случае запускать. Понятное дело, что не нужно, наверное, иногда педалировать, если не такой серьёзный, скажем так, момент. Но, как говорят обычно врачи, что профилактика – это же прежде всего... Вот говоря о профилактике, да, физиотерапевтическое отделение, оно тоже часто служит именно профилактикой. Ну, просто надо вовремя здесь... Знаете, как такая ситуация тонкая. Во-первых, родители... Ну, прежде всего, это их дети, и они не должны, видя, что с ребёнком что-то происходит, отмахнуться и продолжать делать вид, что ничего не происходит, да. Но уже, конечно, если они обратились к врачу, это уже ответственность врача. Возникает ещё один вопрос. Как это... Сиди тихо, а то тётя уколет, да, это знаменитый... Вот у вас же особый контингент, да, одно дело, а, нервные родители, которые вдруг, да, одновременно понимают, что они на что-то имеют право, одновременно они хотят, чтобы ребёнок не болел, и как это сделать побыстрее? Б, это сами детишки, которые... Чем отличается детский врач от взрослого врача? Ой, вы сейчас очень хорошо сказали, что, на самом деле, ну, во-первых, здесь совершенно другая ответственность. Когда приходит взрослый, он расскажет все свои ощущения. И подскажет, как лечить. И ещё подскажет, как лечить, да. Да, 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 да. Когда приходит ребёнок, нам приходится иной раз больше где-то основываться на осмотры, на анализ, на интуицию, да, чем на то, что он нам расскажет. Он может не сказать просто. Он может не рассказать или рассказать не так, как... Ну, это же ощущение. Конечно. Как можно у трёх-четырёхлетнего, не говоря уж о совсем маленьких детях, даже у таких вот, которые уже и говорят, и вроде как что-то понимают, но описать очень сложно ребёнку, что он чувствует. Вот родители иногда помогают, иногда... Ну, то есть это особое давление, и вот... Это не давление, это доверие. Да, да, нет, я имею в виду доверие, но и давление иногда происходит. На врача. Да, безусловно. Вот ваш коллектив, что это за люди? Все ли выдерживают или ротация какая-то происходит? Вообще, вы знаете, в медицине случайных людей нет. Они, если и есть, то они недолго. Потому что там действительно ротация... Существует ротация. Без сомнения, она существует. Но, в принципе, коллектив работает достаточно давно и слаженно. И каждый понимает свою ответственность в этом. И каждый понимает, что у нас вообще принято так, что если ребёнок пришёл к одному специалисту, мы его покажем всем. Каждый что-нибудь найдёт. Ну да. Да, ну действительно, каждый что-то найдёт. Ну, как правило, мам это устраивает. Когда они пришли к одному врачу, их тут же посмотрели, у кого есть свободные клетки, тут же провели, отправили. Кстати, тут же ещё какая важная задача. Мне кажется, тоже мало кто об этом понимает, что если маленького человечка вот так вот научить непросто, каждый раз что-то заболело водить, ну а по делу. Он потом поймёт, что врач – это… Друг, а не враг. И тогда, когда он начнёт взрослеть, вот эти все слова, которые мы повторяем столетиями, что нужна профилактика, что прежде чем надо приходить пораньше. То есть он поймёт, что существует такое понятие врач – медосмотр, значит, какое-то там диагностирование, прийти и так далее. Это будет полезная история. А когда приучают, что врача, что это страшно, конечно, у него будет болеть зуб, он будет молчать до последнего. Ну, ребёнок, конечно, если будет болеть зуб… Ну, я так уже имею в виду стараться. Да, но в принципе, да, это такая, как вы сейчас сказали, я бы сказала, грамотность пациента. Да. Когда он может понять, уже будучи в сознательном возрасте, что тут прозвенел звоночек, и уже дальше откладывать нельзя. А грамотность начинается в том числе и в детской поликлинике. Там она именно и начинается, и закладывается. Но прежде всего оформить нужно форму 26. Я специально сказал оформить форму, чтобы удвоить, умножить надо же. Как сделать форму 26, вы узнали уже из первой части. Во второй части мы поговорили о специалистах, о возможностях, о замечательном оборудовании, которое есть, и которым можно воспользоваться, если правильно к нему подойти. И о специалистах, которые тоже есть далеко не везде, а у нас есть. Так что приходите, говорит вам Татьяна Анатольевна Павлова. Давайте оформлять форму 26У, но к специалистам по необходимости. Татьяна Анатольевна Павлова, заместитель главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства, была гостем нашей сегодняшней программы. Спасибо вам большое в лице вашим всем вашим коллегам, которые занимаются нашими детьми. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пиленко. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова